всем привет друзья если нечем платить за кредиты приставы с коллекторами не дают вам покоя предлагаю воспользоваться помощью моих друзей и партнеров федеральной компании не быть должником компании не быть должником уже более 13 лет занимается списание долгов по всей россии провела вторую в истории россии процедуру банкротства физического лица успешно завершило более трех тысяч пятьсот дел про и списала более полумиллиарда долгов и кредитами компании не быть должником берет в работу в том числе и сложные ситуации сохранения дохода при банкротстве сохранения имущества сохранение ипотеки при банкротстве в любом случае с ними вы найдете вариант решения вашей ситуации. Ребята только начали вести канал на YouTube, прошу поддержать их подпиской. Обращайтесь, рекомендую. Ссылки и контакты в описании к этому видео. При обращении упомяните кодовую фразу. Я от Вальбимара. И получите скидку в размере 5000 рублей. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня оплата подступила? Нет, конечно. По какой причине? Ваш жирный пидорас Фридман обойдется. Что? Я глухим два раза обеднюю не служу. Вынь, посторонние предметы из ушей. Ну, вы можете повторить? Я корректно тебе ответил. Ваша жирная еврейская хари вашего пидораса Фридман обойдет. А при чем здесь это? При том, что я так решил. Я у вас не могу. Я тебе ответил, что ты не понимаешь, если ты глухая или тупая. Но это к тебе вопросы. А я корректно слышу, что я тебе разговариваю? Я не знаю. Я бы не знаю, что хотел еще спросить. Вы с банком разговариваете? Нет, я разговариваю с какой-то пиздой с мобильного номера. Вы с какой меня целью оскорбляете? Какой-то пиздой я с мобильного номера разговариваю. С банком это как позвонят 8800. Вот тогда банком я же говорю. Вы с какой? С целью меня оскорбляете? С целью, чтобы ты неизвестная пизда пошла отсюда с Богом и попрошайка вонючая. И за него сделан. Но вы же прекрасно понимаете, в каком вопросе вам пояснили. Я же прекрасно понимаю, что мне звонит какая-то пизда с мобильного номера. У вас задолженность, чтобы быть в банке. Если вы продолжите в таком номере с аварьком... Что ты повесишься и любишься башкой об стену? В принципе, можно сделать и то, и другое. Вы готовы? Вы готовы обсудить по поводу задолженности вопроса? Мне неинтересна эта информация. От какой-то мошенничек от мобильного номера. Вы готовы позвонить мне с 8800? И тогда мы все обязательно обсудим, мошенница. А с какой целью я вам позвонила? Скажите, пожалуйста. Я буду с тобой обсуждать. Я буду знать тогда, что они звонят из банка. Вы прекрасно знаете, что у вас есть дом. Нет, я не знаю. Звонит какая-то мошенничек от номера 9. Каких-то денег у меня вымогает. Но вы мне скажите, с какой целью мне вам звонить, если вы прекрасно знаете, что у вас обысковало задолженность. Можно тебе заняться нечем, похмелить, а мучить. Тут денег наглянчишь на похмел. Украл где-то базу и названиваешь. Ожидайте по второму, я вам звоню и передание. Здравствуйте. Ой, пока быстрые деньги. Меня зовут Петрова Екатерина Игримна. Разговор записывает. Звоним на личный номер Елены Александровны и могу ее услышать. А я здесь причем, чтобы звонить на личный номер Елены Александровны. К телефону можете пригласить? Нет, конечно. Не хочу. На общем, спрашивайте, вы тут причем, вы по чему на телефон отвечаете. Будете частью номер выходить, конечно, звоните еще. Корректно разговаривайте, пожалуйста. Будете частью номер половой орган ходить. Будете беседовать некорректно, я разговор завершу. Можешь выйти в окно и выброситься туда, если на 10 этажа на 9. Никто не расстроит. Добрый день. Слушаю. Сергей Долавович, представлен с вами, как оплатить за точку.ру. О, делаем для тестирования Сенечкова Ирина Владимировна. Слушаю. Меня слышно? К сожалению, да. 11 день просроченный задолженность и сумма к оплате у вас 17 930 рублей. Станная долг у вас 15 000 за должность по процентам 3840 рублей. Задолженность с опенем 90 рублей. С этим ваш кодитор выставляет требования на основании статьи 307 ККРФ уплатить долг сегодня в полном объеме до 7 по Москве. Оплату готова гарантировать. А как ее нужно гарантировать? Где-то кровью расписаться? Нет, не нужно. Словесно. Словесно? Это как? Я не могу гарантировать словесно. Вы на вопрос можете ответить? Ты можешь меня научиться гарантировать словесно? Я же не знаю, что за новое изобретение такое. Но мы на то и не переходили. Мы с тобой никуда не переходили. Ты меня так и не научила, как гарантировать. Будете настроены на диалог? Перезвоните. Настроены на диалог, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаю. А может, телефон на Наталью Алексеевну? Нет, нельзя. Что-то хотел. Дорогие представились, это ОПКО КФ. Меня зовут Трушева Мария Мосхатовна. Уведомляю вас о записи разговора. Звоню вам по поручению. МФКО ОТП «Сина». Подскажите, Наталья Алексеевна, вам кем является? Кем-то приходится. Зачем тебе эта информация? Во-первых, давайте корректно разговаривать. Я вам не с вами нации не разговариваю. Вроде нет. Не нужно мне тыкать. Не нужно. Иди с Богом тогда. Дело в том, что этот номер указан как личный номер Натальи Алексеевны. А откуда ты знаешь? Вы кем ей являетесь? Я кем-то являюсь. У тебя нет полномочий. Это выясняйте. Вы кем ей являетесь? У тебя нет полномочий это узнавать. Хорошо, приходите в себя. Хорошо, я в тебе. Главное, чтобы я не пришел в тебя. До свидания. Иди с Богом, папа Шайка. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. МКК СМФ Финанс. Бренд Вивус.ру. Яковлев Михаил Владимирович. Разговор записи. Что ты хочешь, Мишенька? Елена Александровна, пригласите. Нет, у меня такого желания с тобой разговаривать. Мишенька. Мишенька. Антиколлектор, что ли? Ну, а ты-то печенька, что ли? Ну, хорошо. Будь печенька. Время пошло. А потом, что ты обрисовываешься. Секретарь, время передать. Ты обрисовываешься. Да, я понял. Хорошо, через 10 минут. ЗВОНОК В ДВЕРЬ. 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 Здравствуйте, МФК. Джаймани, Казаченко, Мария Кириловна. Ждется запись разговора. Вы Елену Александровну, как могу услышать? Как-то можете, наверное. Ухом попробуйте. Почему вы на ее номер телефона ответите? Мне очень захотелось на ее номер телефона ответить. Передайте Елене Александровне, чтобы она самостоятельно предала эту компанию Джаймани. Я передам обязательно. Потом ничего не будет переводить. Ну все, тогда ты нахуй идешь. Всего тебе доброго. Вы тогда будете звонки принимать. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Андрей Алексеевич Солуха. Это организация ООО. Пока вернем, запись разговора ведет. Слушаю. Скажите, Екатерина Александровна знакома вам? Может быть. Ты почему интересуешься? Потому что необходимо поговорить с ним. Ну, необходимо, подъезжай, нападай с регистрацией, как раз от похмелья отошла. Передать ей телефону, поговорим. Пять тысяч рублей это стоит передать ей телефон. Как минимум, я думаю, что номер телефона в принципе ей принадлежит. Мне вообще насрать, как ты думаешь, мне неинтересно это. Проще общаться, чем больше. У тебя все? Всего доброго. И не имейте привычки. Я пять тысяч рублей еще не увидел на телефон поступлений. А вы не увидите. Не увидишь, тогда нахуй идешь. Счастливые у тебя пути. Зря так поступаетесь. Конечно, зря. Ты пять тысяч еще не отправил, зря. Вы усугубляете ситуацию. Я люблю усугублять, усугублять ситуацию. Очень люблю. Да, не вижу нас. Ну, нахуй тогда идешь, а ты не видишь смысла продолжать. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Звонок из Ставкумбановка. Поступает меня, зовут Семеновна Лена Александровна. Скажите, пожалуйста, Екатерина Александровна, вам знакома? Может быть. Вы что хотели? Это ее номер телефона? Ну, это чей-то номер телефона, да. Она этот номер телефона заявила, как свой личный. Поэтому точнее. Вот ваш номер телефона вчера был заявлен, как лучшие проститутки Москвы. Будьте любезны в сауну сегодня подъехать. Это прекрасно. 19-200. Здравствуйте. Привет. Организация ОПКО «Вернем» меня зовут Дарья Евгеньевна Филипенко. Запись разговора ведется. Могу я услышать Екатерину Александровну? Нет. Она знакома вам? Может быть. Не исключено. Подскажите, как мне связаться можно. Подъезжаете, она падает с регистрации. Похмеляется после трех дней. Информацию передать ей сможете? 5000 рублей это стоит, конечно, переводить на телефон. А почему вы передать не можете информацию? Потому что не хочу, она похмеляется. Ты слышишь меня, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Денис Александрович. Он самый, да, слышу вас, да. Денис Александрович. Это профессиональная коллекторская организация «Верест». Инспектор Токарь Татьяна Григорьевна. Скажите, у вас в курсе задолженность перед микрофинансовой компанией «Микро-Редель»? Да мне наполевать на нее, вы же знаете. Что же вы хотели? Почему? Почему? У вас на сегодня 62 тысячи задолженности. Да вы что, ужас какой. Я не знаю, как дальше жить с этим. Мне уже можно бежать, прятаться на китайскую границу? Да нет, Денис Александрович. Не обязательно, да? У вас 297 дней вы не оплачиваете. В чем причина? Так 297 дней я не оплачиваю, а сейчас вы думаете, я как газану только волосы назад, да, бежать оплачиваю? Нет, ну мало ли у вас какая причина. Поэтому я и спрашиваю. Ну какая-то причина, да. Вы знаете, обычно говорят, что случилось, а я обычно отвечаю, что рубашка в жопу засучилась. Ну, я вам этот вопрос по-другому задала. Ну, очень плохо, надо было задать, как все, что случилось. Ну, зачем? Я не как все, если у меня споюсь. А, ну не, как там, вы как... Тебе повезло, ты не такой, как все. Денис Александрович. Ты работаешь осенью. Оплачивать не будете, я так понимаю, да? Я не знаю, я не знаю. Вы сейчас споете мне, тебе повезло, ты не такой, как все. Может быть, оплачу. Чего я буду вам петь? Ну, я не знаю, мне так захотелось, чтобы ты меня спела. Ну, мало ли вам кажется. Вам кажется. Мне кажется, я вот крестился, а мне все равно, вот кажется, ты споешь. Ну, давайте, наверное, по-серьезному. Я не буду, кто бабуля, ничего давать. Я брезгую тобой, понимаешь, в чем дело? Да вы, дедок, сам-то. Тебе последний раз, наверное, при Брежневе давали. Я думаю, что это... Гадков-то, Гадков-то тебе сколько? Ты смотрел паспорт? Гадков, я смотрел паспорт, да. Да, а что ты перешла? Так, ну давай поговорим с тобой. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Елена Александровна, позовите, пожалуйста. Нет, не позову, нет такого желания. Ну, хорошо, слушайте тогда внимательно. Это Павел МФК Займер. Мне не интересно, абсолютно. Видите на индивидуальный код 137, разговоры записываются. Информацию передавайте, чтобы... 5 тысяч рублей на этот номер передавайте, тогда передам. Все, хорошо, жду 5 тысяч рублей. Информацию передавать, так ли я... 5 тысяч жду. Здравствуйте. Слушаю. Эльмир Петровна, это вы, верно? Это я, конечно, да. Сухкомбанк Волкова Юлия Витальевна. Не услышала я, что это мужчина разговаривает со мной. Кем приходит? Ну, если не услышала, надо вынуть посторонние предметы из ушей. Действительно? Да. А вы не приходите, кипы ее номера отвечаете. А я прихожусь ей тот, кто вынимает посторонние предметы из ушей. Врач такой специальный. Да, мы прощаемся, я трубку кладу. Здравствуйте. Вас перевели на сотрудник. Меня зовут Наталья Кот 376. Татьяна Михайловна... Нет, мне позвонил тупой робот, сказал, что это... Ой. Угу. А какой... Что вам робот сказал? Не знаю. Тупой робот сказал, что соединяет с оператором. Интересно. Вот этот номер телефона 0226. Он у Татьяны Михайловны указан как дополнительный номер. Вы знакомы? Мне вообще плевать, что у вас там указано, где, на каком месте. Ну, я объясняю причину дозвона. А мне это зачем? Тогда номер нужно удалить, если этот человек... Ну, я не знаю, можете удалить. Просто вот по этому номеру телефона раньше звонки осуществлялись именно ей. Раньше всегда звонил ваш тупой робот, я его всегда посылал нахуй, а он все равно не уходил, опять звонил. Для того, чтобы номер удалить, нужно подтвердить... Я правильную последнюю цифру... Я не знаю, как цифру правильно или неправильно, откуда я знаю. Я вам назвала 0226. Это ваш номер телефона? Это чей-то номер телефона, да. Чей-то или ваш? Чей-то номер. Вы про себя хотите? Я не знаю, про себя я не хочу вроде... Куда ж ты пошла-то? Вы хотите, чтобы звонки на этот номер телефона... Нет, я с радостью буду вас нахуй посылать, когда который вы будете звонить. Я не знаю, зачем-то меня робот перевел на вас. Я вас что три раза могу послать, что 33 раза, если ваш Тупой робот будет звонить. Как хотите, это уровень вашего воспитания, пожалуйста. Ну, конечно, естественно. Надо его робота своего ебучего выключать, просто не звонить сюда больше. Правильно, я думаю? Как вы считаете? Я поняла, я поняла, да, уровень вашего воспитания. Да, ну я хорошо, я рад, что ты понятливаешь. Вопрос, какие-то есть сейчас? Ксения Юрьевна, добрый день. Елена Васильевна Зеледрищенко, слушаю вас. Да, я тебя представлюсь. Меня зовут Нарев Кирилл Дмитриевич. Профессиональная коллекторская организация «Интел Коллект» ведет запись разговора. Данный номер телефона поступил как контакт. Мисс Ксения Юрьевна, вы данного человека знаете? Куда он поступил? Вам в организацию он поступил. А, к вам поступил? А я здесь при чем, если он к вам поступил? Я вопрос задал. Вы данного человека знаете? Я тебе еще раз ответ задал вопрос на этот вопрос. Почему он... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. К телефону, пожалуйста, пригласите. Нет такого желания. Она оставляет данный номер, как контакт мне делать среди с ней. Я так понимаю, вам она знакома? Я не знаю, как ты понимаешь? Это к твоему психиатру вопрос. А почему вы хамите? Я еще не начинал тебя хамить. Я разговор прерываю. Ужим звонка. Я могу же время прерываю. Ольга Александровна, время прошло. Алло. Слушаю. Здравствуйте, акционерное общество «Альфа-банк». Старший специалист Кургин, Ольгина Сергеевна Кенгис, Баирович, это вы? Конечно. У вас сегодня по кредитным продуктам в «Альфа-банке» 18-й день. Сумокоплательное составляет 2342 рубля за должность. Ваша состоит из просроченного основного долга, просроченных процентов, штраф и неустоек. С какой причиной не оплачиваете? Не хочу. Вам дождает уже более двух недель. Не хочу, я же ответил. Почему не хотите? Не хочу, потому что... У вас есть дата платежа, где вы должны вовремя носить денежные средства. Мне неинтересно. Вы взяли у банка деньги. Их нужно вернуть обратно. Если вам нужно, возвращайте, конечно, я не могу вам это заплатить. Так, вы должны возвращать. Вы убрали у банка деньги. Мне-то неинтересно. Банк уже передает вашу кредитную историю в БКИ по 217-м федеральным законам. Данные будут храниться в 7 лет. И низкредитный рейтинг может в будущем начательный снизить одобрение потребительского кредита и займа на выгодных условиях. Зачем портить свою кредитную историю? Так же хотелось. Хорошо. Если оплата сегодня не поступает, Альфа-банк, согласно статье 14.353-го федерального закона о потребительском кредите или займе, оставляет право лишить вас к графику и выставляет к оплате всю сумму основного долга достаточно срочно. И это может негативно сказаться на вашу финансовую ситуацию. То есть вы будете платить уже не 2 342 рубля, а более 64 тысяч рублей единорадом. Теребление банка я вам озвучила. Банк ожидает оплату сегодня в размере 2 342 рубля. Алло, здравствуйте. Привет. Я звону ко 125 банка, меня зовут Антелий Иванов Владимировнул. Кстати, Владимир Вам знакома? Может быть, да. Ты почему интересуешься? Так знакома или нет? Так знакома или нет? Не готова, да? Сейчас конструктивно пообщар OF... А ты не слышишь, да, что где-то конструктивно пообщар selkol? А ты меня с Вами? А что Вы ответили конструктивно? Что она мне знакома или нет? Может, ты не расскажи, что я повторит? То, что ты спросила, знакома или нет, я тебе так ответил. Знакома или нет? Да, ответа не получила. Ну, ты не получила, значит, тупая, ты не можешь поделить ответ. Ну, это уже 10 месяцев. От безысходности, да? От безысходности так начинаете разговаривать, да? Конечно, только от безысходности, конечно, да, разумеется. Или вы себя как-то вот героем ощущаете, когда вот так начинаете... Нет, не от безысходности, ты такая чёрная, как чумная крыса. От безысходности, да. Я боюсь тебя просто, от страха просто, так говорю. Все понятно. Настройтесь на конструктивный диалог. Настрой меня на конструктивный диалог, пожалуйста. Всего хорошего вам, до свидания. Отшлепай меня, пляж. Привет. Спасибо, Владимир, я могу услышать. А чем ваш звонок так важен для меня? Подскажи, пожалуйста, твой робот тупой ответил. У него спросить надо было. Меня зовут Лухгенов, Дмитриевич. Ну, я не спать не могу теперь, пока не узнаю, чем этот звонок так важен для меня. Анастасия Владимировна, я могу услышать? Нет, конечно, пока не ответишь на вопрос, у робота не спросишь, пока перезвонишь. Она ваш родственник знакомая? Может, и знакомая, не знаю. Передайте её на мысль. А это я как узнаю, что передавать, что, чем звонок так важен для неё? Ты же мне не отвечаешь. Понятно. У её родственника или знакомого? Я её родственник или знакомый? Знакомый родственник. Информации тогда сообщите. 5000 рублей тогда на телефон. Отличайте. И вы с ней у робота, чем у робота. Отличайте на её номер телефона. Это ваша задача. Вы ей займитесь, хорошо? Надеюсь, вы справитесь. Перезвоните, почитаю, что чем звонок так важен для меня. Потом передавать буду. Ну и 5 рублей. Я не понимаю. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Юрьевна. Юлия Юрьевна, можно ли? Здравствуйте, Петровна. Давайте я представлюсь. Звонок поступает. Спал микрофинансовая компания «Займер» за судебной админию. Меня зовут Олег Александр. Езждаю на код 151. Жасговор наш записывается. Можно Юлию Юрьевну с телефоном пригласить? Нет, нельзя. Нельзя? Вы мне, пожалуйста, скажите, кто в личный кабинет заходит? Я кто-то вообще клиенту. У вас какие полномочия? Что еще раз ты услышал? Я глухим два раза обедене не служил. Так вы, Юлия Юрьевна, пригласите телефон. Я же не хочу этого делать. Ты глухой или тупой? Я тебе ответил уже. Хорошо. Еще раз повторяю вопрос. Кто же заходил в личный кабинет в таком случае? Пушкин, наверное. Александр Сергеевич заходил в личный кабинет в таком случае. А вы почему так разговариваете? Я с этим шумомерами разговариваю. Почему мне нравится? Ну, просто непонятно, почему вы трубку взяли и отвечаете, когда мы... Ну, если непонятно, это же значит не твое собачье дело. Ну, вот видите, вот начинаете. Что я начинаю? Не однократно уже так... Да не однократно вы так разговариваете. Мы постоянно пытаемся... Не однократно, но я тебя что-то не устраиваю. Ты можешь нахуй пойти? Всего тебе доброго. Да нет, я со мной не закончил еще. Не закончил? По мной не кончил еще? Ну, это не надо мне рассказывать. Мне это не интересно. А вы можете информацию-то передать, Юлия? Ну, 5000 рублей, ты мне можешь передать? Конечно, передам. Вы на многие телефоны, я так понимаю, отвечаете? Я не знаю, почему ты понимаешь это? К этому психиатру вопросу. А я так понимаю, я понял. Юлия Юрьевна, ничего не проходит? Ни к чему не подходит. Не проходит, говорю, ничего? Не проходит ничего. Я понял. А вы кем являетесь непосредственно, Юлия Юрьевна? Так я еще 5000 рублей поступления не увидел на телефон, чтобы отвечать на твой вопрос. А также мандат, следователь, номер уголовного дела тоже не увидел, в рамках которого ведется допрос. Вам придется ответить на вопрос, почему отвечать на данный номер телефона? Мне не придется ответить вопрос. Придется мне прокурорный номер уголовного дела предоставить, на основании которого ты ведешь допрос. Хорошо. Прикрепенно. Это в рамках уголовного дела, ответственной проверки, что вы меня допрашиваете. Здравствуйте. Слушаю. А подскажите, Юлию Юрьевну, как можно услышать? Ухом попробовать. Вы смогли бы информацию передать? Нет, конечно. А вообще знаете ее? Вообще, может быть, и знаю. А почему вы не сможете информацию передать? Потому что у меня нет такого желания. Нет желания, да? А вы кем приходитесь? У тебя нет полномочий, это выясняйте, даже не представился. Я представлю, считай, МКК, Тачфинанс. Меня зовут Горбунов Никита Андреевич. Ну, вы смогли бы информацию передать? Ну, это платная услуга, 5000 рублей. Юлия Юрьевна. Я понял вас. А она проживает там же, где указывала? Там же, где проживала, да. Она все там же проживает. Да, да, да. Вы подъехать хотите? Поедите, пивка захватите. Так умно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Микрокредитная компания «Аденьги». Меня зовут Красавина. А, деньги? Разговора. Ой, Екатерина Александровна, могу услышать? Нет, она уже, то самое, отдыхает. Да что вы говорите, а вы кем ей приходите? Ну, я и прихожу с тем, кто заботится о ее отдыхе. Помните, в фильме «Правильно» и «Муху отгоняй». Газеты у него там, Шурик. Ну, все, тогда ожидайте следующего звонка. Здравствуйте. Привет. О, ПКО «Айзи коллекция». Меня зовут Хуснулина Лейса Антонисовна. Везет запись телефонного разговора. Ольга Дмитриевна, могу я услышать? Откуда ты еще раз, я прошу прощения, перди коллекция? Коллекторская айзи коллекция. Ага, перди коллекция, я помню. Слушай, ну туалет не здесь, ты не ошиблась номером. Мужчина, а в чем дело? Где Ольга Дмитриевна? Мне вообще плевать, кто тебе нужен. Туалет не здесь, я пошиблась номером, позвони правильно, и там перди. Она вас попросила, чтобы вы поговорили с вами местами? Нет, она меня не просила, чтобы ты звонила и перделала, пожалуйста, по другому адресу. Мне кажется, она попросила вас поговорить с нами. Нет, тебе кажется, когда кажется, креститься надо, а не пердеть. Почему? Потому, 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 потому нужно креститься, а не пердеть. Перестань пердеть и начни креститься. Потому что это все, я спрашиваю, почему Ольга Дмитриевна не хочет с нами поговорить? Потому что не хочет она, потому что. Нет у нее такого желания. Может, ей удобнее будет с нами общаться в письменном видео, официальными письмами? Ей будет удобно общаться с тобой при личной встрече. При личной встрече? Она в городе Москва находится? Я не знаю, где ты находится. Мой адрес не дома или улица, моя область Советский Союз. Вы находимся по городу Москва, выстелитесь в Кожаный 1, офис Д-13. Ну ладно, время тратить свое не будем. Конечно, да, ты находишься. Всего доброго, да, без здорового. Она не свяжется, можно сразу находиться. Отлично, ожидайте. Здравствуйте, компания Миккредит, отдел выездного взыскания. Меня зовут Проняев Яков Сергеевич. Идется запись разговора. Елена Александровна? Конечно, прошу. Елена Александровна, пригласите к телефону. Нет, не хочу. А вы по номеру телефона отвечаете? И что? Тогда ей передайте информацию, что сегодня... Подъезжайте. ...на лояльных условиях. Вы срочно связываете с компанией... Прямо подъезжайте, вы же в выездной отдел. Мы ждем вас. Отвязать, она не выйдет? Не выйдет, да. Вы же подъедете, сами выйдете на связь. ...и окружением, с целью сбора открытой и публичной... Все, давно пора быстрее, подъезжайте, да. ...поговор, если вы до точно возвраты, все уважаемые на основании стати 801, сколько... ...нет, означает... Отлично, приезжайте, вот вам все и отдадим. ...принудительном порядке. Прямо сейчас подъезжаем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Я вездаю Мафия Капуста. Меня звали Гришокина, Светлана Николаевна. Юлия Юрьевна, знакомы вам? Что вы хотите от Юлии Юрьевны? Передайте, пожалуйста, ей, чтобы она позвонила нам. Нет, не собираюсь этого делать бесплатно. Давайте пять тысяч кидайте на телефон. Ну, у вас невыгодный бизнес какой-то. Очень выгодный, конечно. У меня абсолютно нет. Всего хорошего вам. До свидания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 4337, профессиональная коллекторская организация агентства судебного взыскания. Наш разговор записывается. Вам знакома Татьяна Александровна? Может быть. Как могу к вам обращаться? Ко мне мой господин. Кем вам приходит Татьяна Александровна? Кем-то приходится. Какие у вас полномочия выяснять это? Ты знакомая? Я не понял вопроса. Она вам знакома? Может быть. Татьяна Александровна знакома? Может быть, знакома. Она не выходит с нами на связь? По какой причине? А я не с при чем? Вы с ней когда последний раз общались? У вас какие полномочия это выяснять? Нам нужно связаться с Татьяной Александровной. Нужно подъезжать, она падает с регистрацией. У нас есть для нее важная информация. Мы готовы рассмотреть возможность частичного обращения долга. Если у нас есть предложение, передайте ей, чтобы связалась с нами. Это платно, чтобы 5 тысяч рублей стоять. Здорово, Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Петрович. Федор Петрович, Федор Петрович, Федор Петрович. Меня зовут Татьяна Александрович, микрофинанская компания «Лаймзайн». Идет все, я взял оба. Просто по данному номеру телефона Елену Александровну хотел бы услышать. На ее номер телефона обращаемся. Мне вообще плевать, куда-то обращаюсь. Почему от этой переходите? Я никуда не переходил, я по телефону разговариваю. Замечательно. Все-таки Елена Александровна, могу по данному номеру услышать? На такой случай, сами обращаюсь. Все, доброе. Добрый день. Я правильно попала? Мне нужна Ольга Дмитриевна. Не знаю, куда вы целились. Наверное, туда и попали. Могу я тогда попросить к трубочке Ольгу Дмитриевну. Смотря кто вы, я подумаю еще. Могу ли я вас к ней соединить или нет? Если ее номер телефона, это почему вы не можете меня соединить с ней? Я не знаю, ее есть ли это номер телефона или не ее. Откуда я знаю. Вы же куда-то целились. Я так понимаю, что это мошенничество. Чистой воды. Это компания «Деньги надо». Меня зовут Светлана. А, ну я и говорю, что какие-нибудь обосновные коллекторы. Я понял. Ну, и чего ты хочешь? Не что ты, а что вы. Я не знаю. Ты вода одна, там блоки твои молчат. Чего в кого-то же. Я поднимаю. Передайте, пожалуйста, Ольгу Дмитриевну. Ты еще мне передай, конечно, этот номер. Я передам любую информацию. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Михайлович. С нами разговариваю? С нами разговариваю. Что ты хотела? Алло. Это ПК «БАФинансы». Меня зовут Екатерина. Визуальный код 4139. Ведем запись разговора. А звоню, касаемо долга вашего. Да вы что? Я думал о погоде. Договор от июня 2023 года, где вы брали потребительский кредит. 102 тысячи у вас, 300 рублей долг на сегодняшний день. Банк требует погасить. Требует? А как он требует? Можно в подробностях? Вы не извите, Иван Михайлович. Ну, я еще не собернул. Вы на каком основании не оплачиваете 168? А что вы делаете сейчас? Что я делаю? Ну, в данный момент энергетик. Ну, а что вы делаете? Я вам задала вопрос. Я буду ответ на подставленный вопрос. Ну, жди. Обещанного 3 года. Не ты, а вы. Что не ты, а вы? Уверены в этом? Что не ты, а вы? Вы будете говорить друзьям и родственникам. Друзьям и родственникам? А, ну, хорошо. Звони друзьям и родственникам. А как раз им с утра некого было нахуй послать? Вы намерены нормально общаться? А что ты, я не нормально общаться? Я тебя назвал, что? Кочергой горбатый, жопой верблюжий. Вроде нет. Ясно. В таком день я с вами общаться не буду. А вы уважаемые. Не будешь? Ну, всего доброго. Тебе счастливого путина мужской полового. 811 статьи пункта 2. Обращу меня за принудительным взысканием. Здравствуйте. Привет. Жанец компании Кнопка Деньги. У меня жалкинник от 8850. Скажу, что описывается. А Юлия Александровна могу слышать по данным телефонам? Нет, конечно, но не хочет с тобой разговаривать. Ты же инвентарный номер, табулетка с номером. Ну, во-первых, не переходили с вами на... Мы с вами Юлия Александровна, не передавайте информацию, что слышалось на нашей организации. Конечно, 5000 рублей. Алло. Слушаю. Ясма Мурадович. Меня зовут Мавлюда. Фамилия. Компания ООО ПКО РСВ. Отделку в спровождении с Фонсом Флейзово. В разговор пишется. Мне нужна Ольга Александровна. Ты на пергамент записываешь какой-то его, да, сидишь? Мы когда... Скажи, пожалуйста, с вами мужчина на... Три секунды назад. Я на вы с вами общаюсь. Ну, общаюсь. Я не могу... А я вам не разрешаю ко мне переходить. Ну, что, оттуда по моему... Не надо параллель со мной говорить. Я перпендикулятор с тобой говорю. Параллель со мной не нужно говорить. Перпендикулятор. У вас все хорошо? Спасибо, что беспокоился. Вы под чем-то... Я под чем-то. У вас проблемы какие-то вообще есть с этими или нет? Вы вопрос по услышали или нет? Я слушаю ответ. Я не слушаю твоего ответа. Мне неинтересно. Представь, пожалуйста, с кем я веду диалог. Ты с кем ты ведешь диалог? Это голос. Если неинтересно... Помолчите, пожалуйста, когда я задаю вопрос. Вам понятно, что это ведет? Так я с тобой говорю, круговидно или... Мне Ольга Александровна к телефону приглашайте. Нет, не приглашаю. Так вы номер телефона записываете нашей организации. Я говорю, вы молча слушаете. И потом отвечаете на мои вопросы. Я понял, да, хорошо. Сейчас телефонный номер нашей компании. Мне неинтересно. Вы передаваете Ольге Александровне требование выйти на связь в течение 10 минут. А что будет потом? Записывайте номер. Записывайте номер. Записывайте на 11 минуте или там месячные ебаные. Дальше. Дальше возможны крайне негативные последствия. И никто на это не сделает. Хочу крайне негативных последствий. Ускорь, пожалуйста. Не жди 10 минут. Будь любезен. Прямо сейчас. У вас, видимо, проблемы с обещанием. Видимо, хотите, чтобы много звонков вам поступало. Да, по поводу Ольги Александровны? Ждите. Я говорю, вы можете слышать. Побыстрее, пожалуйста. Если через полчаса максимум она не будет. А что так долго? Ты 10 минут обещал. Далее. 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 Ты же птина 10 минут обещал. Я хочу негативных последствий. Ускорь, пожалуйста. Если не будет звонка, туда еще раз буду звонить. Я хочу негативных последствий. У вас, видимо, явно какие-то... Алло. Коша. Добрый день. Я не могу, я Юлию Александровну. Коша, почему? Потому. Вы мне ответили на вопрос? Я тебе ответил уже. Ага. Хорошо. Тогда и ты, Александров, не фиксируй, отказ. Все, нахуй пошел, конечно. Фиксируй, где хочешь, что хочешь. А, ну взаимно, да. Все, давай, нахуй пошел. Собственности на больше не располагаю. Хорошо, звоним родителям. Да, мне можешь позвонить. Сергей, Сергей Эдуардович. Здравствуйте, Елена Васильевна Зеледовиченко. Сергей Эдуардович, звонок из Сбербанка. Меня зовут Артем, я специалист. Вас переключили на оператора. Ух, что ты хотел? Мне такое вопрос. Хотел от меня. Я вас понял, Сергей Эдуардович. Вам поступал звонок из Сбербанка по поводу возникшей у вас задолженности. На сегодняшний день у вас фиксируется задолженность по кредитной карте Сбербанка. Срок задолженности 43 дня, сумма на сегодняшний день оплаты. Существует там пение штрафов и неустойок 6 916 рублей, 65 рублей. У вас возникли трудности при оплате? Что ты думал? Сергей Эдуардович, у вас возникли трудности при оплате? Нет, у меня все хорошо. Спасибо, что успокоился. Какая-то причина. Сергей Эдуардович, в таком случае БАК выставил требования в течение... Я что-то не видел требования. Да, но смотрел за тобой, высмотрел, не видел требования. Я понял. Все с нетерпением ожидаю этого, счастливого момента. Я вас понял, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok